Привет, мои дорогие! Начинаю новый влог. В этом влоге в основном болтология. Чё-то меня понесло, Остапа понесло, захотелось поболтать. Возможно, я покажу в этом влоге, что я крашусь, как я крашусь, как я начинаю сегодняшнее утро, именно сегодняшнее утро. Я выйду к вам не накрашенная, всё с этой же чашечкой кофе, по кофейку. Чашка большая, и в этом её преимущество, её надолго хватает. Так, мои хорошие, ну, болтологии много, поехали! У нас там ремонтируют участок дороги, ну, вот этой трамвайной линии. И вот приехал грузовой трамвайщик и привёз щебень, вон сзади в кузове. Так интересно, он мне так игрушечный напомнил. Как бы в жизни я не видела грузовых трамвайщиков, честно говоря. Так вот, кстати, слышала предположение, что когда человек говорит честно говоря, он не совсем уверен, ну, возможно, это и не так. Но я тоже не совсем уверена, сказав вот это вот словосочетание, да. Потому что, может быть, я всё-таки когда-нибудь и видела, но я совершенно не помню, чтобы я видела вот такой прикольный грузовой трамвайчик с кузовом. Интересно так. Раз приехал, щебень привёз. Не знаю, меня что-то это умилило, я даже рассмешила в какой-то степени. А ремонтируют и днём, и ночью этот участок. Ну, здесь вы видели, как много здесь трамвайчиков ходит. Субтитры подогнал «Симон» Они продолжают ходить, даже во время ремонта. Ремонтируют уже, наверное, дней пять. Какая-то серьёзная даже, я думаю, что не поломка, а скорее всего, реставрация какая-то идёт. Вот, наверное, меняют рельсы, потому что и рельсов много привозили сюда. Но это длится где-то уже неделю. Ночью ремонтируют. Больше всего ремонтируют. Нет, не больше всего ночью. Они и днём, и ночью ремонтируют этот участок. В то же время пропускают трамваи. Ну, сегодня воскресенье, так сегодня уже поменьше транспорта, а не так более основательно. А я только проснулась, и вот как раз пью водичку. В этом стакане такой широкий стакан. Я так люблю такие широкие стаканы. Я вообще люблю всё такое широкое, чтобы не было, знаете ли, такой ситуации случайно задело рукой и улетело. Ну, да, вазочка, вот эта, которую вы видите за стеклом, она высокая. Но я её загрузила очень сильно, она тяжёлая. Я туда чего-то набросала, насыпала. Утяжелители такие, знаете, такой крашеный песок продаётся в магазине. Я туда позасыпала, понасыпала. В общем, насыпала. Вот, видите, едет трамвайчик, он пойдёт по другой линии. О, видится, по второй линии пошёл. Чем я занимаюсь утром? Это пью водичку. Ну, это первое, что я делаю. Это пью водичку. Любуюсь тем, что происходит за окном. Даже не тем, что происходит за окном, а тем, что есть за окном. Вот эти шикарные каштаны, там липы. Ещё один, видите, идёт. Громкий какой. Вот, любуюсь городским пейзажем за окном. Обожаю смотреть на эту башенку. Она больше всех привлекает моё внимание. И вот этот чудный каштан. А это, девочки, я себе накупила козырьков. Две штуки. Вообще дёшево. Ну, в общем, скажем так, в пять раз дешевле, чем в обыкновенном магазине. Я вам говорила, что есть такой очень дешёвый магазин. Ну, там наличкой рассчитываться надо. Вот. И там очень дешёвые вещи продаются. Вот такой козырёк с Чей Геварой. Но он классный. Он смотрится отлично. Вообще суперский. И сейчас покажу ещё один. И вот такой цвета хаки. Такой милитаризированный. Милитари... Тьфу ты. Вот такой тоже с Чей Геварой. Ну, что было, то и брала. И вот мне нравятся вот эти вот пушистощие. Пушистощие. Да что ж такое. В общем, классный такой. Классные два козырька. Вот. Мне очень понравились. И они очень полезны. И без них никак нельзя. Ну, ходить всё время поднимать руку вместо козырька. Подносить колбу. Не очень комфортно. Козырёк наделай. Ходишь себе. Ну, вы знаете, у меня и в Николаеве. Всегда с козырьками я пила кофе в окошке. И мои растения. Они уже такие большие стали. Слушайте. Надо всё-таки пойти. И как я уже много раз говорила. Давно и много говорила. Купить грунт. И попересаживать их. Попересыпать новым грунтом. А то им всё-таки как-то не очень уютно. Они выросли из этих горшков. И вот паучки вот эти, которые повырастали тоже. А вот здесь вот, вот в этой вот подставочке, креманочке, здесь два на самом деле паучка. Один побольше, один поменьше. Тот, что поменьше, я шла и в подъезде он валялся на окне, уже чуть-чуть увядший. Я его принесла, поставила в эту. Он ожил. А я знала, что он оживёт. Вот. И он теперь ожил. Сейчас покажу. Вот этот вот. Вот этот маленький. А вот этот вот побольше. Этот уже пораньше тут стал. Ой, у них там водичка есть, есть. Я вообще больше люблю их брызгать, знаете. Так. И это волосы ещё мокрые. По кофейку, друзья. Сейчас я сначала приведу в порядок свою физиономию. В принципе, в смысле, вы видите же, у меня сегодня что-то не то с языком. В смысле, нарисую себе лицо. А как я его рисую? Беру кремчик. Та-дам. Потом, девочки, я вам покажу, что я вчера купила по очень хорошим ценам. Я вам уже говорила, что есть магазинчики здесь с дешёвыми товарами. Ну, то есть товары те же самые, что и в больших магазинах. Например, в Агоре, там в отделах. Только в два, в три. Нет. Только в три, пять раз дешевле. Вот. И я не удержалась и купила. Значит, я вам козырьки уже показывала. А сейчас я вам покажу вообще супер. Ну, кстати, о козырьках. Сейчас, подождите. Я хотя бы, я хотя бы, видите, беру любую кисточку и этой тыльной стороной наношу на лицо. Но, потому что под ногти забивается этот крем, не очень это приятно. Как и наблюдать, так и делать. Поэтому я решила перейти на обычный свой метод. Обычно я именно так и делаю. Кисточкой, что попадается под руку, тем и наношу. Сейчас я губы нарисую быстренько, чтобы... Хотя бы вытру те, которые имеются. А сейчас мы их нарисуем. Вот, они имеются, но их надо все-таки как-то... Черт, карандаш. Карандаш не тут. О, этот более такой... Ну, я сейчас вам скажу, как я сейчас крашу губы. Я крашу губы вот так, дугой сейчас. Знаете, почему я так делаю, девочки? Потому что я не вырисовываю вот эту птичку на верхней губе. А когда я делаю дугой, такая получается некая вздернутость. И морочиться не надо, вырисовывать одинаково. Так проще. Просто у меня рядом тут зеркало стоит. Я крашусь перед зеркалом. Вот, мои дорогие. И у меня кисточка, кисточка для губов. Ой, кофе. Какой кофе? По кофейку. Так, это я убираю. Это мой прелестный крем-тон. Тут у меня этих кремов-тонов. Тонов. Моя старая помада, я ее хотела выбросить. А потом подумала, а зачем? Она хорошая, кстати. Не из дешевого магазина. Хотя мне, знаете... Ну, я сейчас, девочки, все покупаю в дешевом магазине. Не все, конечно, а что возможно. Я имею в виду из галантереи, да? Галантерея, косметика. В чудодейственную силу косметики дорогой я не верю. Я верю в генетику. Ну, и в достижение косметики. Уколы, пластика и прочее. А, конечно, кремы помогают поддерживать тонус кожи. Вот, ну, все равно больше генетика. Так, губы накрасила. Я уже с губами. Я уже с губами. И скоро буду хвастаться покупочкой. Той, которая вообще меня восхитила. Так. Сейчас я глазки еще подведу. А глазки все труднее подводить. Как вы, да, любовь и голуби. Один туда, другой сюда. Далековатое зеркало стоит. Чувствую, что косячу. Ну, что, не впервой косячить? Ха! Ну, как? Ничего. Так, ничего. Так получилось. Так. Достаточно. Бровки я потом нарисую. Их все равно не видно. Ну, в общем, не важно. Хорошо. Все, я нарисовала себя. Сейчас я уберу немножко и буду хвастаться. Я все-таки решила бровки нарисовать. Видите, девочки, как они растут, так мы их и подрисовываем. У переносицы побольше и дальше меньше. Вот. Ну, как-то так. Их не то, что не видно под челкой. Когда ветерок, челка ха-ха-ха, и бровки сразу видно. Правильно? Ну, как-то так. Так. Все, нарисовалась. Так. По кофейку еще раз. Я, когда сушу волосы, я всегда ободок надеваю. Так. А сейчас я активно пользуюсь вот этим прелестным цветочным ароматом. Томми гел. Все, это уже вторая бутылочка. Вот ее мало осталось. Грамм 30. Миллилитров. Буду пахнуть цветочками. Моими любимыми. Итак. Сейчас я вам еще допокажу свои козырьки. Я вам уже показала часть козырьков. А часть еще николаевская. С шапочкой ко мне приехала давно уже. Еще прошлым летом. Но шапка есть шапка. У меня же хвост. Мне ее очень неудобно носить. Поэтому я ее не ношу. Хотя она такая прелестная. Прелестница. Блестяшка. А в прошлом году я себе купила вот такой козыречек. Вот его я вообще все время ношу. Ну и сейчас. Вот эти два. Два Че Гевары. Вот. Это мои козырьки. Ну вот три я буду носить. Особенно два буду носить. Вот эти вот два. Я точно ношу. Они классные. Я этот уже носила. Ну вы уже видели в этом видео. Да. Вот. И вот этот я тоже. Это не буду носить. А этот возможно буду носить. Но не знаю под что. Он слишком белый. Так. По кофейку. Девочки. Вот. Значит такие кисти. Это я так понимаю беличьи хвостики. Наверное. Ну или очень качественная синтетика. Вот такие кисточки. Вот одна штучка. Чтобы купить в обыкновенном магазине. Стоит от пяти злотых. Я купила по девяносто грошей. Я как увидела. Когда-то один раз я наскочила. И была последняя кисточка вот такая. И я ее хотела взять. И она куда-то упала и закатилась за прилавок. Мне было так жаль. Это было еще год назад. Вот. И вот я наткнулась на вот эти прелестнейшие. Вы посмотрите. Посмотрите. Скошенная. Но она мягенькая. Она скошенная, но мягкая. Вот это вот жестковатая. Еще одна такая же. Две вот таких кисточки. Ну классные девочки. Какие они классные. Я не знаю. Но мне кажется, что они из натурального. Ну не знаю. В любом случае они очень качественные. Поверьте, я это чувствую. И как разбираюсь в этом. В том, что очень хорошее качество. Вот еще одна такая. И вот две таких. Эти жесткие. Вот. Вот такие. Ну класс. Боже мой. Я такая счастливая. И я такая счастливая обладательница. Целой кучи кистей. Вот для чего нужны бокалы. По кофейку. Я, девочки, себе набросала тезисы. Можно сказать. Апрельские тезисы. У меня майские тезисы. Набросала себе тезисы. Относительно украшений. Вы видели коробка из-под пиццы. И в ней лежит большое количество брошей. Которые мне Сережа выслал. В этот раз. Ну и в предыдущий тоже. Там с предыдущего раза тоже есть немножко. И вот я хочу в следующем видео. Потому что в это видео оно не поместится. А в следующем видео хочу вам, ну скажем, рассказать. А те, кто давно меня смотрит. Повторить истории некоторых украшений. Именно украшения с историей. Вот. Но это будет в следующем видео. В этом видео смартфон. Ну и потом. У вас тоже нет столько времени, чтобы сесть там минут 40-45. Да? Смотреть. Ну и смартфон мой не может такого. Вот нормально он где-то от 10 до 15 минут. А выше он уже начинает капризничать. Вообще надо купить новый смартфон. Вот. Ну, я думаю об этом. Ну, пока еще не готова. Конечно, хочется, чтобы видео были лучшего качества. Меня не устраивает качество моих видео. Я имею в виду вот визуально. Содержание девочки меня устраивает. Кстати, если у вас есть какие-то пожелания, то пишите. Вот. А так вообще я очень люблю работать над видео. Девочки, как я люблю монтировать. Как я люблю вставлять вот эти вот разные смайлики, какие-то картинки. Я обожаю монтировать видео, но... Как это конный отряд стоял у края пропасти. И если бы не одно «но», ну, у нас другая ситуация. У меня «но». У меня глаза сильно устают. Смартфон он все-таки маленький, картинки маленькие. И у меня потом глаза красные. А монтирую я долго, потому что я это делаю с удовольствием. И я не замечаю, как время летит. А монтирую я, ну, минимум два часа. Если много смайликов, если много музыки, вставочек разных. Два часа это минимум я монтирую. Потому что я подбираю, я думаю, я прикидываю. И все это, глядя вот в этот маленький экранчик, глаза потом... Я их привожу в порядок где-то в течение часа. Я делаю зарядку. Я делаю все, чтобы восстановить хоть как-то зрение, которое в это время куда-то девается. По кофейку. Но я люблю это дело. Я делаю это бесплатно. Потому что YouTube сейчас... Я вам скажу. Я за прошлый год, за целый год, за свои видео получила 100 долларов. За целый год 100 долларов. То есть были бы они или их бы не было, это все равно. То есть, ну, 100 долларов вообще как бы не решают никаких проблем, которые выплачиваются за целый год. Поэтому я работаю на своем канале абсолютно бесплатно. Просто мне это, в первую очередь, доставляет удовольствие. А во вторую очередь... Нет, первое место делится между мной и вами. Мне это доставляет удовольствие. И мне очень приятно, когда я получаю лайки и комментарии. Я... и просмотры. Я вижу, что это значит, кому-то нужно. Хотя даже если это никому не будет нужно, я все равно это буду делать. Потому что мне это очень нравится. Девчонки, я уже наговорила очень много. По кофейку. Вот такие жизненные ситуации, жизненные вопросы. И вообще вот такая жизнь. Местами хорошая, местами грустная. Она разная, но прекрасная. На этом я буду с вами, так сказать, заканчивать это видео. Я его смонтирую. Сегодня у нас воскресенье. Девятнадцатая мая. День пионерской организации. Мне так нравилось быть пионеркой. Обалдеть. Девятнадцатое мая. Да. И это самое. И шо? И шо? Как говорила моя бывшая подружка в Германии, Татьяна Трущилёва. Ой, не говори это шо. А мне нравится. И шо? По кофейку. Хотя, шо я говорю только по приколу. Я говорю, что... Так, мои дорогие, хорошего вам настроения. И не забывайте делать мне настроение своими лайками и комментариями. Пока-пока. 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 Пока-пока.